В прошлое воскресенье мы начали рассуждать по 9 главе послания к римлянам. И вообще в послании к римлянам есть три больших части. Вот первые 8 глав мы уже разобрали. В них апостол Павел, он автор этого послания, излагает Евангелие. Евангелие рассказывает о грехе, о праведности Христовой и как через веру можно получить праведность и спасение, оправдаться перед Богом. Теперь 9, 10, 11 глава. Как это Евангелие, которое он излагал, как оно применяется по отношению к Израилю и к язычникам. И потом будет еще одна часть 12 главы до конца, как уже это Евангелие применяется или как оно работает в церкви в отношениях между верующими. Итак, у нас значит сейчас вторая часть Евангелия применительно к Израилю и к язычникам. И вот в прошлый раз мы говорили, первая часть этой 9 главы, о том, что настоящие дети Божьи, истинные дети Божьи, хоть в Израиле, хоть среди язычников, это те, которые по вере. Те, которые поверили в Божье обетование. Это не те, которые родились в определенном месте, в определенном народе. Это не те, которые еще какие-то преимущества или привилегии имеют. Это те, которые поверили. И дальше апостол Павел, объясняя эту мысль, он говорил о том, что никакие качества в человеке не могут повлиять на желание Бога миловать или ожесточать. Его воля определяет условия. То есть Бог захотел, чтобы было вот так. И так и есть, и так и будет. Братья и сестры, но. То есть Бог захотел, на каких условиях он будет миловать человека, и Бог сказал, ну, кого он будет ожесточать. И самое важное, что это не является какой-то тайной. Друзья, Бог не играет с людьми, ну, знаете, в какую-то игру такую, угадайте, кого же я избрал. То есть угадайте, кто будет спасенный. Бог в такие игры не играет. Бог говорит конкретно и определенно. Множество текстов Писания. Ну, например, всякий, кто призовет имя Господне, что будет? Спасется. То есть Бог для каждого человека открывает свою волю. И говорит, что я решил, еще прежде сотворения мира, прежде всего, что случилось на земле, я уже тогда решил, кого я буду миловать, кого я буду ожесточать. И поэтому и сегодня это людям открыто. Открыто через Писание, открыто с самого начала, можно сказать, существования человека. И каждый человек, каждый человек, он может или нуждаться в Боге, нуждаться в милости и получать это помилование. Или отвергать Бога, ожесточаться и в конечном итоге погибнуть. И вот сегодня, Павел здесь, я еще немножко к прошлому вернусь, Павел здесь приводит пример Исаака и Иакова. Исаака, вернее, вначале, потом Иакова и Исава. Бог приводит пример народ израильский. Бог в пример приводит фараона. И на этих ветхозаветных иллюстрациях он показывает, как это работает в практической жизни. Как Исаак стал сыном обетования, а не кто-то другой. Как между Иаковым и Исавом Бог выбирал. Как Бог миловал народ израильский. Те, кто нуждались в милости, те, кто каялись. Бог говорил, и мир. Тех я и помилую. Моисей предлагал, ну как бы, свои, свое заступничество. Он говорил, Господи, ну, не изгладь этот народ из книги своей. Меня лучше изгладь. А Бог говорит, нет, я, ну, кого помиловать, того помилую. То есть вот люди, которые плачут за свой грех, который они сделали, я их помилую. А кто нет, кто ожесточается, тех я ожесточу. И в отношении фараона еще одна была иллюстрация. Это тоже такой, ну, сильно яркий, яркий пример, когда он ожесточался на те действия, которые Бог совершал. И Бог не хотел смиряться, и Бог его тоже ожесточал. Братья и сестры, сегодня мы посмотрим вторую часть этой девятой главы. Она в чем-то, в чем-то мысль продолжается в этой главе. Но больше Павел делает ударение на том, что у Бога вообще одни условия для всех. И для евреев, и для язычников. Эта мысль, она уже была раньше, когда он еще объяснял греховность, он говорил, все одинаково греховные. И говорил, какие греховные язычники, а потом в следующей главе говорит, какие греховные израильтяне. Да, может быть, эти наименования грехов могут отличаться, может быть, еще что-то, может быть, кто-то более религиозен и кто-то более знаком с какими-то понятиями религии, кто-то менее, но не важно. Итог такой, все под грехом. И вот теперь, когда он говорит о спасении, когда говорит о праведности, о том, как получить, он говорит тоже, перед Богом все люди равны, все люди одинаковы, условия для всех одинаковые. И мы потом прочитаем этот текст, где будет сказано, что и из иудеев, и из язычников. Братья и сестры, я этот текст из 9 главы, который нам осталось с 19 стиха до конца главы, я его разделил на три части и буду читать по частям. Потому что сложно на слух, наверное, все воспринять будет. Я буду читать по частям. И мы посмотрим на три мысли. Во-первых, на источник спасения, то есть откуда происходит спасение. Потом на масштаб спасения, кого же охватывает спасение. И в заключении на путь спасения, каким же путем можно спастись. В общем-то, я думаю, что ничего нового не будет по сравнению с тем, что уже было сказано. Но все-таки некоторые какие-то детали, некоторые уточнения Павел еще сделает. Итак, первая часть – это источник спасения. Это с 19 по 21 текст. Но я прочитаю с 14, который уже в прошлый раз читали. Чтобы не вырвать мысль, если я буду читать его только с 19. То есть, чтобы нам было понятно, о чем идет речь. Итак, читаю с 14 стиха. «Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак. Потому что, ибо он говорит Моисею, «Кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею». Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающего, но от Бога милующего. И в описании говорит фараону, «Для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою и чтобы проповедано было имя мое по всей земле. Итак, кого хочет – милует, а кого хочет – ожесточает». Вот на этом мы в прошлый раз остановились. И дальше я продолжаю текст с 19. «Ты скажешь мне, за что же еще обвиняют? Ибо кто противостанет воле его? А ты кто человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы с той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой – для низкого?» Братья и сестры, я в прошлый раз уже говорил, что если вообще не понять мысль, что же имеет в виду Павел, когда он говорит, вот кого хочет – милует, кого хочет – ожесточает. Если вырвать этот текст из всего послания, из этой 9 главы, то какой-то получается страшный Бог, страшный Бог, которого невозможно понять, невозможно угадать, просто вот он кого хочет, вот что хочет – то и делает. Захотел – помиловал, захотел – ожесточил. Друзья, кстати, во многих религиях, которые даже нас окружают сегодня, я не хочу их называть, но во многих религиях очень отчетливо звучит эта мысль. В беседе с представителями разных религий, если вы спросите, как ты живешь, выполняешь определенные какие-то действия, обряды, то есть ты делаешь то, что предписано тебе делать в связи с твоей религией, но как ты думаешь, ты потом, когда с Богом встретишься, ты будешь Богом принят? Друзья, и очень часто, очень часто человек говорит, ну, в общем-то, кто его знает? Это неизвестно. Это вот как Бог определит, как Бог посчитает нужным, ну, вот так и будет. То есть человек, даже выполняя что-то, он все равно не имеет этой уверенности. И, в общем-то, вот этот стих в отрыве из контекста он работает. То есть получается, что Бог такой, вот ты здесь живи, ты здесь что-то какие-то предпринимай, действия, усилия, что-то делай, а потом, если захочет, то помилует, а не захочет, ну, такой Бог. Друзья, но на самом деле Бог не такой, и мы об этом в прошлый раз говорили, и вот, смотрите, здесь Павел в 19 стихе, я подчеркнул, он отвечает на возражение, то есть люди, которые его слушают, и говорят, так что же теперь? Вот интересно ты рассказываешь. Теперь получается, что если все от Бога, тогда за что Бог обвиняет людей? За что Бог вообще людей будет судить? Если он сам все предопределил, все предусмотрел, и теперь за что обвиняет? Кто противостанет воле его? Здесь эти два вопроса связаны. То есть за что обвинять, меня, человека, если я не могу все равно Божьей воле противостать? Вот он решил для меня, что я буду помилованным. Все, я буду помилованным. Он решил для меня, что я буду ожесточенным. Все, я не могу противостать его воле. Друзья, это вопросы, это не истина Писания, это не утверждение, это вопросы. Что же теперь? А Павел говорит, нет, это вообще неверные представления, это неправильные представления. То есть человек будет судить Богом за свою вину. Человек будет отвечать, у него есть своя ответственность. Об этом чуть-чуть дальше. Но первое, посмотрите, первое, на что он обращает внимание, он не сразу отвечает на вот эти вопросы два, он говорит, вообще подумайте вот о чем. Вообще, кто вы такие, чтобы спорить с Богом? Ну, давайте, допустим, даже представим, даже если бы, даже если бы это было и так, вот как вы сейчас себе представляете, то вообще может ли глина разговаривать с горшечником, ну вот таким тоном, и говорить, что ты делаешь, какое ты имеешь право. Вот когда горшечник берет глину, то он делает то, что он хочет. Он делает такой сосуд или другой сосуд. То есть, друзья, здесь Павел не говорит о какой-то безысходности. Вот опять же, не поймите неправильно, что Павел утверждает какую-то неизбежность такую. Вот как Бог вылепит теперь вас, такими вы и будете. Сделает вас Бог спасенными, будете спасенными, не сделает, не будете. Не об этом речь. Он говорит, вообще сама мысль спорить с Богом и возражать Богу на те условия, которые Он сказал. И, братья и сестры, здесь идет речь не о только 18 стихе, а мы читали, кого помиловать, помилую. А мы знаем, кого Бог хочет миловать? Вот мы с вами. Мы знаем, кого Бог хочет помиловать. То есть, это не вопрос, скрытый во мраке, который человек узнает когда-то потом. Мы знаем сегодня, кого Бог милует. Мы знаем сегодня, кого Бог прощает. И мы знаем, кого Бог ожесточает. И вот Павел говорит, и в этом вопросе так решил Бог. Вот именно вот этих, вот этих людей, не определенных, конкретных, а тех, которые покорятся Его условиям, Он помилует, простит, а других ожесточит и не помилует. И вот он, вот он, в этой иллюстрации, это Бог. И Он, как горшечный с глиной, Он что хочет, то и делает. И если Он решает кого-то помиловать, и помиловать вот именно на таких условиях, вот иногда, иногда, даже мы, христиане, иногда рассуждаем, а был ли другой путь, а можно было бы как-то без Иисуса Христа, а можно по-другому, а зачем надо покаяться, а почему надо уверовать, а почему надо с Богом отношения иметь, ну и так далее, и так далее, мы рассуждаем. А потому что так определил Бог. Потому что мы с вами глина, а Он горшечник. И Он определяет. Друзья, и после того, как люди согрешили, и вот эта большая трагедия произошла, и люди потеряли отношения с Богом, разрыв произошел. Друзья, если бы Бог не проявил свою инициативу, если бы Бог не захотел что-то сделать, то вообще бы тогда никто не спасся. Но Бог проявляет инициативу и говорит условия. Условия будут вот такими. Еще в Едемском саду Он говорит Еве, говорит, семя жены, ну и Адаму и Еве, поразит змея в голову. То есть уже тогда, тогда в одном только стихе было такое пророчество на будущее, что вот этот путь, который Бог уже заранее предназначил, Иисус Христос придет, и в нем будет спасение. И те, кто покаятся, те, кто веруют, они это спасение получат. И поэтому вот этот вопрос, ну вот эта иллюстрация, она относится именно к этому. Божий путь спасения, ну не нам с вами его оспаривать. Нам только или соглашаться принимать, или отвергать. Кстати, ошибка в первом пункте есть у меня в источник. Значит, вторая мысль, вторая мысль. Значит, мы сказали, справедлив ли Бог? Да, конечно, Павел говорит, он в этом не сомневается. То есть, есть неправда у Бога? Ни в коем случае. Человек ответственный? Да, человек ответственный. Если он, если он принимает спасение или отвергает, он ответственный. А Бог имеет право миловать на тех условиях, которые он сказал, которые он определил. Потому что он владыка, он как раз источник спасения, он инициатор спасения. И еще раз повторю, хотя чуть наперед забегая, но чтобы не осталось какой-то неясности, этим условием является вера человека. Второе. Масштаб спасения. Прочитаем с 22 по 29 текст. Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, чтобы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе, над нами, которых он призвал не только из иудеев, но и из язычников. Как и Иосии говорит, не мой народ назову моим народом и не возлюбленную возлюбленной. И на том месте, где сказано им, вы не мой народ, там названы будут сынами Бога живого. А Исаия провозглашает об Израиле, хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется, ибо дело оканчивает и скоро решит по правде, дело решительное совершит Господь на земле. И как предсказал Исаия, если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, то мы сделались бы, как Садоум, и были бы подобны гаморы. Друзья, здесь продолжается эта мысль. Можно вернуть назад первую часть этого отрывка. Смотрите, Бог говорит, или Павел говорит, что Бог из верующих людей, вот те, кто уверовали, те, кто приняли эту Божью милость, Он делает сосуды милосердия. Из неверующих делает сосуды гнева, сосуды, готовые к погибели. Это, друзья, не то, что Бог кого-то приготовил. Человек, сам отвергая Бога, он себя готовит к погибели. Не Бог его готовит. В этом как раз ответственность человека. И смотрите, над сосудами гнева Бог проявляет могущество свое, а над сосудами милосердия богатство славы своей. То есть, в любом случае, ну, можно сказать, что Бог прославляется. Над одними могущество проявляет, как, например, в случае с фараоном было, над другими милосердие. И смотрите, Он приготовил к славе. То есть, сосуды милосердия Бог готовит к славе, а сосуды гнева сами себя готовят к погибели, выбирая, ну, выбирая такой путь. Друзья, и если бы, я скажу такую, одну мысль, такую в общем, если бы Бог вообще не захотел миловать, вот вообще, вот согрешили люди, и Бог ничего не предпринял, просто бы поступил по справедливости, тогда бы вообще никто бы спастись не мог. Но вот как раз благодаря Божьему долготерпению и многим-многим другим качествам Бога есть возможность спасения для людей. И этой возможностью могут воспользоваться люди и стать сосудами милосердия. Без Бога все были бы только сосудами гнева после грехопадения. По милости Бога можем стать сосудами милосердия, если ответим Богу, если откликнемся, если поверим. И теперь, друзья, очень кратенько некоторые тексты Писания, это Ветхий Завет, который Павел приводит в доказательство той истины, которую он сказал. Он в 24-м говорит, что это относится не только к иудеям, но и язычникам. То есть, он нас призвал и из иудеев, и язычников. То есть, это работает одинаково и к тем, и к другим, что к народу израильскому, что к язычникам. И теперь некоторые тексты Писания. Во-первых, Осия. Осия. Следующий отрывок. Покажите, пожалуйста. Осия. Не мой народ назову моим народом и не возлюбленную возлюбленную. Это ситуация, когда народ Божий отступил от Бога, а потом Бог говорит, настанет время, когда они осознают, когда они раскаются. И вот Бог, который свой народ назвал не своим народом по причине отступления, Он говорит, наступит время, я его назову моим народом. и не помилованную, ну не возлюбленную, здесь написано, а осень там не помилованную, назову помилованной или возлюбленной. И не мой народ станет моим народом. И апостол Павел, смотрите, это было сказано по отношению к Израилю тогда в древности. Апостол Павел сейчас это распространяет на всех. Он говорит, и к язычникам это относится. То есть, если Израиль, который отступил и потом каялся и возвращался Богу, получал помилование, то и язычники тоже, которые являлись не Божьим народом, они могут присоединиться к народу Божьему. Теперь Исаия. Исаия говорит об Израиле. Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется. То есть, опять речь идет о какой-то части. Что это за часть? Это те, которые верою примут. Ну, об этом в прошлом была мысль, от самого начала. И последнее. Последнее, вот смотрите, то, что я сказал, что если бы Бог милость не проявил, то не спасся бы никто. Как предсказал Исаия, если бы Господь Савов не оставил нам семени, семени, а вообще у Исаии написано небольшого остатка, если бы Господь не оставил нам остатка, то есть семени, в смысле остатка, то мы сделались бы как Содом и были бы подобны Гаморе. Мальчики, вы помните, что с Содомом и Гаморой произошло? Это вообще хорошее, хорошее, ну, хорошее их постигло. Содом и Гамора. Что случилось с этими городами? Это города. Девочки. Они сгорели, то есть суд, суд Божий таким видимым образом, ну, огонь с неба сошел, они сгорели. А теперь смотрите, Исаия говорит, если бы Господь Савов, ну, я сейчас чуть-чуть, чуть-чуть изменяю, чтобы было понятие. Если бы Господь Савов не решил проявить нам милость, то что бы с нами было? Он говорит, мы были бы как Содом и Гамора, то есть мы бы все погибли. И это он говорит к народу израильскому в первую очередь. То есть никакая особенность, никакая исключительность, никакая избранность, если ты отвергаешь Бога, если ты отвергаешь Христа, если ты не веришь, то ты приравниваешь себя к тем людям, которые жили в Содоме и Гаморе. Это сосуды гнева, которые сами себя готовят к погибели. И последний отрывок это путь спасения. Значит, с 30 стиха что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры. А Израиль, искавший закона праведности, не достиг закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона. Ибо приткнулися камень приткновения, как написано, вот полагаю в Сионе камень приткновения и камень соблазна, но всякий верующий в него не постыдится. Друзья, и вот подводим итог 9 главы. Павел говорит, ну что теперь сказать, что скажем? Что скажем? Язычники, которые не искали, получили, а Израиль, который искал, не получил. Ну или не достиг. Искал, но не достиг. Почему? Друзья, почему? И ответ, ответ такой же, но с чего, в общем-то, и начинается 9 глава. 9 глава у нас была, ну, примерно так звучало, кто же, кто же дети Божии, кто же настоящие израильтяне, кто же настоящие дети Божии, это те, которые по вере, по обетованию. И вот теперь язычники Израиля, одни даже и не искали, а они получили, но получили как? Через веру. А другие, которые искали, не достигли. А почему? А причина только в том, что они искали не в вере. Не в вере. То есть, они искали не там, где надо. Вот посмотрите, насколько путь спасения, насколько Бог проявляет свое изволение, ну, искали же, да? Ну, ну, не там искали. Ну, может быть, их все-таки помиловать? Эти же первые вообще не искали. А потом, раз слово Евангелие начало проповедоваться, язычники начали каяться. И церковь очень быстро из иудейской превратилась, ну, в церковь, где очень много язычников. Они не искали. Но пришло слово, пришло Евангелие, и они стали эту праведность брать, 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 и язычники стали праведными через веру. А Израиль искал. Может быть, какое-то исключение можно было сделать. А Павел говорит, нет, искали не в вере, искали в делах закона, и поэтому они приткнулись, приткнулись. Друзья, кстати, мы сегодня с вами можем совершать похожую ошибку, которую делали евреи. Когда мы ищем, ищем спасение, не в вере, не во Христе, а в чем-то ином. То есть, когда мы выбираем другой путь, и это относится не только к началу спасения, это вообще к христианской жизни относится. Когда мы выбираем путь, ну не знаю, может быть, каких-то своих представлений, просто я так понимаю, или своих каких-то правил, ну вот так надо спасаться, например, то по сути, мы выбираем свой путь, и результат будет такой же, как у еврейского народа. Друзья, я проиллюстрирую несколькими примерами и закончу. Вот когда Христос проповедует Нагорную проповедь, там 5, 6, 7 глава Евангелия от Матфея. И он говорит такие слова, если праведность ваша, это вот ко вторым он обращается, искавшие закон о праведности не достигли. И вот он им говорит, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то что? То вы не войдете в Царство Небесное. Друзья, это люди, которые достигали, достигали, а Христос обращается и говорит, вот если будете так достигать, то не войдете. Друзья, и вот теперь мы смотрим на это, и нам очень важно увидеть Божий путь спасения вот в этих словах, потому что, ну иногда христиане так говорят, ну хорошо, фарисеи, надо превзойти фарисеев, и у нас начинается соревнование с фарисеями. фарисеи два раза постились в неделю, мы сколько будем? Ну три раза, надо же превзойти, они десятую часть жертвовали, десятину, мы должны больше жертвовать, надо же превзойти. Друзья, но Христос совершенно не об этом говорил. Когда Он поясняет, поясняет эти заповеди, здесь не какое-то соревнование надо с фарисеями устроить, здесь надо понять вообще, что такое, что такое, другая праведность, которую предлагает Христос, которая не от закона, не от соблюдения, а которая от веры. И дальше Христос поясняет заповеди Ветхого Завета и там пять раз говорит, вот у вас, вот так читаете, вот так написано, а я говорю вам, а я говорю вам. Что сделали фарисеи? Они, достигая праведности своими силами, они опускали Божьи заповеди, и они, ну, принижали их, и казалось, казалось, вроде бы у нас получается. А Христос пришел, и Он, Он эти заповеди, наоборот, приподнял. Он говорит, не только не убивай, но и не гневайся. И по-первыхому, по-первыхому кажется, о, да тут сколько у нас святых, ну, что тогда, что сейчас, да, в нашем собрании, не убивай. Вот. А Христос говорит, а еще и не гневайся. Ну, то есть, вы понимаете, что это значит? Еще и не гневайся. И, братья и сестры, и вот эта наша, наша самоуверенность, ой, ну, я же святой, я же никого не убил, да, она сразу, сразу куда-то пропадает, да. А потом Он говорит, написано не при любодействии, все читали не при любодействии, да, конечно. А вы знаете, что это еще означает и не смотри с вожделением? И знаете, как в случае с той женщиной, которую привели ко Христу. И так по одиночке, по одному, начинают уходить, уходить, уходить. Потом Христос еще дальше говорит, не приступай к клятвы, сказано. О, ну, как бы, высота такая. Он говорит, а я вам вообще, говорю, не клянись. Вы вообще ситуацию не контролируете в своей жизни, вообще не клянись. И так пять раз. Пять раз. И знаете, когда заканчивается эта проповедь, нагорная проповедь, то Христос такие стандарты показал, что написано, люди были, ну, они были поражены. Хотя у нас, вот в нашем тексте написано народ дивился, но я посмотрел значение этого слова. Народ был ошеломлен, поражен, изумлен, он был вне себя. Это слово означает длительное удивление, как будто люди возвращались домой и размышляли, что это все значит. То есть они услышали такое, такое, что просто разрушило их все представления о самоправедности, о своей религии. Все, чего они достигали, Христос сейчас разрушил. И они увидели, что, так оказывается, праведность Божия вообще недостижима. Братья и сестры, сама идея призывать к тому, что по-человечески невыполнима, она нам кажется абсурдной. Но я вам скажу, что эта идея присутствует и в Ветхом, и в Новом Завете. Но если теперь на эту идею посмотреть с позиции веры, с позиции веры, зачем Бог меня призывает к тому, что я выполнить не могу? Он что, издевается надо мной? Зачем такие высокие требования? Я же их все равно не выполню. Нет, если я думаю, что выполню, то я пока достигаю. Но если я прихожу к осознанию того, что такое праведность от веры, то я начинаю понимать, что я не достигну. Братья и сестры, вот мы часто читаем даже какие-то псалмы, хоть первый псалом, хоть 14-й, например, апсалом, 14-й, это там, где написано, кто может на святой горе пребывать? Мы говорим, вот смотрите, условия, чтобы быть с Богом, и даже перечисляем их, надо ходить непорочно, надо делать правду, говорить истину в сердце своем. Братья и сестры, задумайтесь, это невыполнимые условия. Это условия по-человечески невыполнимые. То есть, если я себе сейчас поставлю цель достигать этого ради того, чтобы быть с Богом, то я уже изначально обречен. А Писание предлагает путь веры. Писание предлагает путь веры. В чем он заключается? Друзья, он заключается в том, что Христос нам предлагает свою праведность. И этот путь мы проходим не самостоятельно, своей силой чего-то достигая, а мы его проходим со Христом и во Христе. Друзья, я буду заканчивать. У меня была мысль, друзья, я дам сейчас домашнее задание для пап, у кого есть дети до 10-12 лет. Друзья, это домашнее задание, оно будет касаться того, что я сейчас говорил. Вот когда вы придете домой, ну сегодня, может быть завтра, можете сегодня это сделать. Особенно, если у вас есть, какая-то лестница должна быть. Вот поднимитесь наверх лестницы, папа поднимается, вы тоже слушайте, если папа забудет. Папа поднимается наверх лестницы, вы находитесь снизу, и папа вам говорит, вы должны сейчас подняться ко мне наверх лестницы, но при этом на ступеньки наступать нельзя, и стену там, перила, что у вас есть, дотрагиваться нельзя. И вы должны подняться ко мне. Папа вам такое должен сказать. И вот, друзья, это задание и для пап, и для мальчиков. Кто поймет, кто поймет в связи с тем, что мы говорили, а можно ли это вообще осуществить. То есть условия подняться туда же, где папа, но не прикасаться ни к чему, ни к чему не прикасаться. Девочки тоже можете, тоже можете попробовать. Друзья, если вы услышали то, что я сегодня сказал, но ваши папы, если услышали, то вы это выполните. Все, подсказку не даю. Друзья, итог, как Евангелие работает примительно к Израилю и к язычникам. Друзья, всегда, во все времена только вера связывала людей с Богом. Никакие другие заслуги, преимущества, привилегии, ничего, только вера. И вот это, все, что было в людях, все, что было в людях, оно никак не могло повлиять на Божье решение помиловать или прощать. То есть Бог выдвигает условия, Бог говорит, ну еще раз повторю то, что я уже говорил, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Никаким другим путем. И если ты покоряешься этому, если ты обращаешься к Богу в покаянии, в вере, то Бог тебя милует и прощает. Друзья, да благословит Бог нас в этом. Аминь. 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 Аминь.